welcome 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 сдох дефиша сейчас перерыве конечно меня улыбнул видимо пустили поток микрофона забыли выключить менеджер эти кто у нас там режиссер трансляции забыл выключить поток звука и по голосу было слышно что этот дефиша и он такой выдохнул как будто так что выпил литруху и надо было закусить а закуски не было и он тогда ладно выдохну лучше ну что ж юникорцев лавы у них есть шанс зайти также в историю как и у ракатов ракаты сегодня проиграли нинджи и пижамас 02 теперь у юникорцев есть шанс проиграть команде мистер из манки 1 1 я сейчас счет но и манки могут победить а я хочу сказать то что юникорнцы им нужно было выигрывать 20 я сегодня это уже вам акцентировал на это внимание но теперь они на синей стороне они опять могут забрать чиката и при этом могут попытаться забанить на одного чемпиона больше ведь зака им больше банить не надо алистара они банят посчитали они что алистара очень много и спорта в предыдущей игре и алистар с калистой конечно же действительно было шикарной комбинации и калисту они решили оставить открытый потому что не хотят видеть какую-нибудь как мало какой-нибудь там странную вейн или заю наверное от юки но хотят видеть от него калисту но без саппортов в итоге мистер из манки сами банят калисту вот это интересный ход событий и я чисто не совсем понимаю там мой парень написал про мою табличку которую я сегодня выложил табличку от декери он там вопрос задает по поводу как калиста может быть сильнее кога это про линию идет речь то что у тебя на шестом уровне идет хорошая инициация а там не совсем правильно вы понимаете это клейнинг фазе относится скорее к сражению 2 на 2 а не к кто в лейтгейме сильнее так то я полностью всегда буду согласен что как мы будет в лейтгейме сильнее калисты в любом просто игре в любой абсолютно игре каких бы оппоненты там не напикали 5 чемпионов 4 чемпиона и это не дуэль 1 на 1 это типа в комбинации 2 на 2 там какой-то н-ный чемпион у калисты саппорт н-ный чемпион точнее н-ный н-ный это когда количество x чемпион саппорт у калисты и y чемпион у когмава саппорт и вот они сражаются на линии там до первых двух-трех предметов диска листа будет посильнее когмава вот к чему это идет так конечно же с тобой полностью согласен и это скорее как его там сверху написал ты просто совет то есть ты можешь спокойненько если ты знаешь точно что на линии у тебя будет все хорошо чтобы еще лучше стало у тебя все на линии пик и просто калисту спокойно против когмава и не парися поэтому это объяснение я вроде бы в видосике это тоже сказал хотя не уверен но пофиг количество было заманено я честно не понимаю почему нет мистерис monkey это сделали как-то глупо и нет нелогично в итоге юникорнцы забирали себе чего-то забрали себе талона за и странный тоже выбор немножко за и так рано взять хотят они разлучить комбинацию за и райка но они же не знали что будет пикать мистерис monkey в итоге сейчас может быть воспользуются мистерис monkey моей табличкой я сейчас таблица не буду мне с листочки на шпаргалки мои сейчас на своих шпаргалках я вижу кто же побеждает за и ребят моей где найти бы тут за и вообще для начала так зая по моей табличке проигрывает дрейвену северки и твичу ну таких чемпионов мистерис monkey решили не брать а взяли в варус который на самом деле тоже неплох против нее но это скорее скиллб это значит что я мм выигрывает ворлдс они вряд ли выиграют из-за мышки которую поменял у нас юки но то что они поборются это как минимум привет а что из-за мешочки постоянно это мешочки под убиралки типа как простые салфетки только они под который у тебя на руках могут мог образоваться убирает плюс из-за того что ты их трешь у тебя руки разогреваются но это уже благодаря трению показывать нам дрейвена который понятное дело никто не пикнет у нас талон будет на меде чекает будет на топе и лесника осталось взять зеркса но и учитывая что сегодня он играл только на грагасе я думаю ничего нового у него здесь не появится да тот же самый грагас появляется от зоркса мистерис monkey влада взяли против талона это отличный выбор владимир побеждает талоном почти во всех стадиях игры и ничем не рискует на этой линии вопрос сейчас чем опять будут пытаться контрить визича чека шента забанен гнар забанен реник не пригодился а это интересно нет джакс но этот джакс на топе против чагат это в первой игре я говорил что нужен был джакс против чагат и у них было бы все хорошо в этой игре джакс с одной стороны ребят годится но я сейчас делаю небольшую ремарку предыдущей игре когда они пикали джакса у них был шикарный когда они могли пикнуть джакса в первой игре этой серии best of 3 у них был шикарный отпушь на меде ариана и шикарные кайтеры на ботлейне у них зая с рейканом были сейчас у них кайтеры на ботлейне есть вару с рейканом но у них нет отпуши то бишь теоретически джакса может не появиться вот этого окна где он сможет выйти вперед то бишь на линии он стоит допустим нормально тому кай окажется только же внимание сколько оказывал всегда отстоит нормально марит поддержал ваш канал на 250 рублей и сообщает спасибо за стримы большое тебе спасибо еще чуть-чуть ребята там около 100 рублей по моему осталось и мы сможем тогда америку сегодня с вами по коменте америка уже сейчас будет начинаться через пять минут так но мы с отставанием в них можем запуститься когда досмотрим этот матч они в 22 начинаются но и мы сегодня сборы на них делали его два человека за донатили большое им спасибо 200 рублей было от вот антухи антюра антюра и сейчас марает еще 250 большое вам обоим спасибо твич фу-фу-фу такими быть а youtube вообще кто вы такие я вас не знаю зеркс говори херки как рукоментаторы ну если бы у меня был член на во рту я бы наверное говорил херки но у меня почему-то язык во рту и я пытаюсь говорить так как говорят английские комментаторы иногда в качестве шутки я могу немножко видоизменить ники игроков в качестве шутки то есть как к серкс я его называл его надо называть зеркс вам было бы приятно если бы тебя вот сироториус xd у тебя ник сироториус xd не знаю может быть я неправильно его произношу но я думаю тебе было бы неприятно если бы я тебя называл сигабуриус мобе какой-нибудь сигабуриус мобе вот все буквы поменял местами а зачем как бы там у нас александр савкин пишет битками битками принимаешь доната я не знаю что это такое кидай вот вот александр савкин вот представь если бы я его называл вместо александр савкин владимир шавкин вот так бы его называл думаешь ему было бы приятно думаю нет и к серксу тоже неприятно когда его называют серкс но здесь хотя бы логика есть я в качестве шутки это дело хотя александр владимир шавкин тоже было бы биткойна я не знаю как ими пользоваться так что я буду америка спали лить маха ха ха ну вот и я тоже то есть как бы ну у человека зовут зеркс ну ну что вы от него хотите я специально ждал интервью пока услышал как его как его союзники его называют они его называют зеркс там ударение можно поменять местами да ну чтобы русскому языку русскому слуху точнее это приятнее звучало я его к серкс называл ну потому что так вроде как бы не совсем неправильно называть но буквы х это там вообще нету какой нахер херки что за хорхетом у нас какие-то фанаты этих бразильских сериалов что ли есть в сегменте и они его называют херки ну ладно ну давайте амейзинга тоже как-нибудь по-другому называйте чуть-то мы и правильные буквы здесь используем давайте заменим ему букву м на букву за азазинг почему не азазинг мы его зовем я не вижу разницы между заменить букву x на на х и букву м на за азазинг нормальный игрок а мне мама ник придумала люблю маму правильно всем советую тоже любить маму и уважать своих родителей это это то что многие забывают из вас ну ладно поехали в игру забыли об этом зоркс он и есть в африке зоркс ничего уже не сделать их заил на талоне кстати пока бессмертный ну смысле он умирал но еще не проигрывал ни одну игру amazon давай вызывать да азазинг звучит нормально ух тут кикиц уворачивается поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает эй я не собираюсь спать го коментить до утра до утра там не получится в час ночи будет все но 2 бы 100 в 3 так что максимум до трех утра это получится у нас америка но большое тебе спасибо ну а мы ребят продолжаем за amazon засудят amazon да что-то хотел рассказать и вы меня сбили но отсутствие фарма вот что я хотел сказать у кикиса кика счет вообще как-то пофармится не смог плюс его загангли ему пришлось флеш потратить и в кои-то веке зоркс организовал ганг на ту плей то бишь может ему не устраивал шин как чемпиона чтобы гангать а в первой игре ринектон но вот сейчас наконец-то он сделал а может быть тренер ему по голове надавал и сказал слышь какого хрена у нас чагат стоит две игры подряд один в два первые пять минут может и начнешь что-нибудь делать ну и вот начал что-то делать первый ганг организовал визе чаще получает четвертый левел кикис сейчас отыгрался по фарму но без флеша остался все равно и побаивается сейчас визе чаще потому что потерял контроль грагас грагас сказать там на вардах палец и кикис ведет себя так как будто у него есть джанглер рядом посмотрите это классный блеф если вы думаете что это все вот ну просто просто визе чаще боится сейчас джакс нихрена не боится джакс он боится что мы амэйзинг сейчас окажется где-то здесь а вортов то нет и кикес это прекрасно знает и использует это он ведет себя так будто у него есть джанглер то есть если только вышел визе чаще на него он бы сразу же начал на него бежать просто в наглую и по логике визе чаще не может оставаться в наглую с тобой сражаться потому что а вдруг тут где-то рядом будет джанглер но сейчас джанглер спалится на карте вот амэйзинга увидели и все и теперь уже посмотрим как себя поведут юникорнцы в этот момент там снизу у нас обезьяна бегает подбадривает народ сегодня у нас в костюме обезьяны пришел кто-то из представителей команды мистерис monkey ну а у юникорнцев как обычно их главный менеджер и по совместительству запасной игрок в кавычках тоже бегал в костюме единорогов тут самокс очень сильно продамажили дают ему по нему подкидывание но проглот заглот у хюльсанга если он кстати выплевывает самокса прямо в бой знаете выпрыгивающие зая и изо рта там генча мне даже страшно за нее стало потому что дрим так на нее посмотрел думает сейчас как развернусь как дам тебе по голове жаль у меня кд на всех спеллах ну на латин далее вот по латинице больше читал но тут видите ксеркс с типа ксеркс надо читать вот я близко вот к этому первое время читал но раз игрока хотят называть так то так и есть просто даже была ситуация ребят кто не помнит я ее помню а пригласили на двойной комментарий комментирование произошедшие игры сейчас послушаем донатике добью информацию потом про разговоры фан 4 за поддержал нас за имя реку от газдеп и сша для латвии газдеп и сша для латвии спасибо тебе большое так вот на экзайл был и по моему янкас был они сыграли очную игру и уникорнцы против отчет у кейф это в начале сезона было то ли это была игра после ущелья помнить когда учили играли они сидели вместе и а начали общаться на эту тему там ну кто как отыграл бла-бла-бла и тут янкас произносит экзайл эх он реально сказал эксайл эксайл эх как-то так он сказал я даже не могу как он сказал ну экзайл это правильно его говорить я его более так экзайл говорит он как будто буква g там надо эксайл ну типа ну вы поняли более мягко произносить его ник а янкас буквы х вообще на конце произнес и экзайл так на него посмотрел с таким лицом как будто ты что сейчас только что сказал ты блин вообще что ли меня за говно считаешь и шокс говорит ну мы обычно используем его имя как экзайл янкас такой говорит но мои инглиш бла-бла-бла ну типа того курва чё там еще поляки говорят урва мать твою там за ногу но у нас тут кстати у кикеса большие неприятности извините увезли чаще большие неприятности от кикеса и то делать раз блат удачный флэш везде чаще в стенку приводит к тому что он погибает а экзайл у нас хоть один на один с кюзкой сражается от флэшивается он от неожиданного врыва дримса среагировал причем великолепно среагировал но рядом уже тот самый хельсанг и тот самый зоркс они цепляются за владимира убивает его и переключается на дримса дримсу не дают подойти к вышке и напоминаю что флэша у него нет он перепрыгивает через стеночку подходя все ближе к вышке команды unicorns of love пытается он увернуться от лизуна хельсангу вернуться то вернулся но килл все равно получит себе зоркс да я пердолю ой этой хуже даже лучше поддался раньше в итоге самых сообща с базы пришел зарабатывать себе первый килл и неудача произошла в двух местах одновременно они подождите здесь же победил мм кикист да 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 здесь мистери monkey выиграли тогда размен произошел нормальный то есть кикист победил один на один чагата визичащий отвратительно сыграл и понимает что он флэш свой дал ужасно а здесь как раз куська сделал tower дайв с дримсом рядом у них не получилось сделать этот килл о визика здесь ловят пошла у нас ульта маукай цепляет его маукай и килл надо давать конечно кикисту ни в коем случае по другому ну что ребят джакс да это же будет джакс победатор победатор джакс как же мне нравится то что он сейчас будет творить это уже два килла для него то по фарму он проигрывает мы видели сами как чагат тому подвышку загоняет но чагат за это был наказан и уже дважды и кикюсик кикусик играет сразу в боттер чтобы был у него процентный урон по чагату потом он будет выходить тринти форс и честно и уникорнцам нечем его останавливать дело в том что если посмотреть на зоркс и либо ксеркса у него как бы нет урона по чагату нет урона по джаксу то есть чагатом вместе они никак его убить не смогут придется значит туда приходить экзайл но против экзайла у кикеса будут собраны нинжа тапки и как бы талон это не лучший чемпион для убийства джакса выглядит как бы не так хорошо придется значит уникорнцам давить как-то эту игру через мид и через бот лейн пока они не особо давят мид лейн потому что владимир хорошо стоит с талоном я про это говорил и точно так же хорошо стоит вару с рейканом против за и там уже нормальная игра начинается включайте к бомжей но мы все но не эндвис лг будем коменте потому что у целых гашников но я сегодня еще это повторю ребят но целых гашников замена дардош ушел от них хватит это терпеть и они будут омар гадом играть и мне честно очень сейчас обидно за команду целого аж слезы на глаза наворачиваются когда ты понимаешь что в конце сезона дардош такую мину выкидывает тренер решил просто попробовать сыграть через двух джанглеров а дардош включает режим я у мамы самый главный я у мамы должен быть топ-1 если вы не хотите меня типа видеть я ухожу и дардош ушел в команду team liquid с которой они все равно ничего не добьются как бы какой смысл от этого ну спасет он может быть тимликвидов от вылета как тебе депнуть смысле депнуть задонатить как снизу в описании стрима все есть я не убрал эту надпись до сих пор на кнопочку нажми там кнопочку надо нажать да надо убрать эту надпись потому что люди сих пор думают что только те те две надписи которые там висят яндекс и он там киви кошелек и они вот только ими могут мол задонатить задонатить на кнопочку нажми там где написано дано дардоша тренер cloud nine должен дать но полная не причем целка шники здесь или ты имеешь ввиду что cloud nine они разве проиграли подожди на целка шнеком тогда не проиграли целка шнеком да ты прав в этом смысле если ты это хочешь сказать так ладно и уже проиграли 21 то есть когда дардош был как раз в основе сколько раз в неделю америка идет скажи пожалуйста столько же сколько и европа три дня в неделю европа играется четверг пятница суббота америка играется пятница суббота воскресенье но уже запоминать этот это расписание бессмысленно ребят потому что осталась эта неделя и следующая следующая неделя это финальная мы уже будем на полные итоги подводить уже будем подсчета очков вести где точно будем уже выяснять кто какую позицию занял а потом уже будет перерыв неделя и плей-офф за эту неделю я хотел бы один ласт ладно пока не до этого здесь у нас пытается убить экзайла цепляется за него мейзинг после чего киевская добирается до него и убивает и экзайл разводит руками у него не было все еще ботинок и за счет ботинок загрызжена кучка легко его догоняет убивает ксеркса так и нет в игре ребят еще его сейчас цепанули пытается его за товар дайвить кидает на него экзост dream чтобы просто скорость передвижением и снизить эти сюда там кенч но там кич летит не под вышку ребята просто в бокс флешится самок чтобы дать кучу урона по куське и снимает шат даун по моему да не простой кил никаких шат даунов но выжил у нас грагас великолепно если честно но сами мне кажется мы перемудрили с этим тауэр дайвом не стоило в пятером организовывать такое жесткое действо перерывы между играми обычно 8 минут но если точное время взять риоты ставят 8 минут но бывает иногда интервью когда берут там до 10 минут добирается что касается чего-то еще там был какой-то вопрос я начинал вам рассказывать потом а да то что будет перерыв между матчами плей-офф и матчами регулярки будет недели вот за эту неделю я бы хотел летсплей один пройти я уже игру даже себе подобрал буду рад если вы придете на летсплей по этой игре тем более что мы его уже однажды делали но не сделали сейчас я нашел эмулятор ну как нашел его несложно найти эмулятор для psp и более так сказать молодую версию этой игры взял не 97 года она 97 года сама по себе игра но я взял версию 2000 получается 11 года или 2010 там графика чуть получше но и есть анимационные вставки по сути как называется hd remastered так это называется вот пока рассказывать не буду какая игра но те кто смотрят мои летсплеи постоянно те знают что это за игра должны были догадаться по крайней мере я очень был зол что ее не прошел тогда на стриме я потому что выбирала более сложную ее версию специально и пройти не смог вот сколько стоит чтобы ты коментил пятницу субботы воскресенье америку ну сколько не жалко цифры я обговаривал с этими тут мне писал одна организация организацию назвать не могу но они предложили чтоб я на их канале коментил эти все матчи я согласился и назвал им цифру с цифрами вроде бы они согласились но потом мы включили задние но я сейчас поглядываю на их канал они так грозно мне говорили что у них есть в организации деньги они хотят его развивать но что-то он не развивается видимо не настолько сильно они хотели развиваться но было такое дело ну цифры эти называть я знаю могу ли не могу профессиональное мнение мне пожалуйста чего чё ж так поменяли то много чего поменяли много сколько лет сколько зим я вернулся в лего а все я понял предлами у нас счет 3-3 давайте немножко вернемся в игру ребят на вопросики потом в перерыве отвечу если будет что-то меньше вопросов и газмяс гасмяс хотел мне заплатить все верным газмяс и футбольный клуб барселона два этих клуба хотели развивать свой твич канал и хотели чтобы я стримил на их канал лигу легенд но потом футбольный клуб барселона понял что лига легенд немножко это не их контингент на газмяс у них есть газ у них есть мясо у нас тут ловит визичач который нажимал телепорт он пытался слинять от кикиса он увидел что кики с вместе с амазингом гоняется за ним и визика здесь ловят через флэш это сделал кики с нету он просто через телепорт успел долететь и успел прописать стан в этот момент уникорн со флава продавили вышку на медиа через риф геральда еще становится 3-4 но игра на превращается в то что я представлял в первой игре представлял примерно такое же только чуть хуже медленеру команды мм но этот медленер справился владимир от кузьки справился с талоном не умер от него на линии да он умер уже два раза но это не на линии было это из-за таварда его в дурацких он два раза кстати за таварда в два раза умер а сам талон видите не может даже сейчас владимиром сражаться от пуш у команды мм организовывать сейчас постоянно варус уська ушел на боковую линию фармится и любой тимфайт который попытается сейчас делать unicorns of лавы он провалится провалится он потому что м их закайте то есть амэйзинг даст свою ульту рейкан даст ульту варус даст ульту владимир даст ульту они все отойдут в сторону нанесут какой-то урон и отойдут в сторону подвышку а в этот момент кикист начнет вам ломать базу а звук джакса ломающего базу это самый неприятный звук в игре но он и приятные неприятные одновременно приятно это если вы играете с джаксом в команде и неприятно если вы играете против джакса звук как он ломает вышки вы этот его знаете ридка вот специально сделали оригинальный такой звук по вышкам ну кто не знает у джакса вроде бы звук по чемпионам один когда он бьет а по вышкам когда он бьет другое совершенно но его никто ни с чем не спутает как говорится ну и кикист уже добрался до целого предмета и мерки все же купила не нинжа тапки и к нему пошел на сравнение экзайл все же на талоне ну ладно самый неприятный звук это звук взрыва грибов тима можно да и это тоже вспомнить у нас тут выскакивает на кикеса экзайл наносит по нему урон но не очень значительные серкс дал бочку и от флешился кикес кстати ульту не тратила у нас здесь грагас ульту не тратила экзайл это хороший такой ганг образовался правда кикес они просто чуть-чуть напугали сняли с него флеш опа ну хорошая может быть разменный получится сейчас посмотрим что это даст визича чеку swap у нас организовали вы можете видеть команды unicorns of love визичащий большие неприятности его убивает куська от флешивается от хюлсанг ахюлсанг пытается своим процентным уроном затащить подвышку владимира выплевывает его владимир просто уходит свой плащ и сейчас будет еще один стан по куське и скорее всего уже скоро плащ откатиться да он отхиливается сейчас будет проглот а в этот момент у нас на миде вышку сломали нам показывают что все еще там было сражение владимир проиграл его кстати ребят победил таки процентным уроном там кенч у которого мерки были которые динайл магический урон по себе входящий ну хоть как-то динайл и победила один на один без хэпового владимира подскажи как сделать шестой уровень для чемпионов надо сыграть на с либо чтобы твой дом и сыграл с тобой тоже на с физик ульту не нажал говорят да и не обратил на это внимание мы с вами вот это пропустили на ту плене экзайл сделал он и убил один один продам этим я так понимаю сейчас убьет его это на боте вот происходило сражение флешится amazing от флешивается талон на слишком поздно и мазин кого убивает а вот теперь давайте еще раз здесь посмотрим у визика есть ульта то есть ульта дает сайлент сдает подкидывание парочку урона еще парочку автоатак и но и объясню он не нажал ульту потому что посчитал что нажимать ульту когда нет хп достаточно чтобы убить то есть надо чтобы было меньше хп у кузьки это было ему показалось бессмысленно до играть надо 5 на 5 и это ну разводят руками везде чаще вообще не идет игра есть так посудить на самом деле он деградирует с каждым так выглядит по статистике ребят первый матч он играет на чигате 709 709 наносит 1000 урона в минуту каждую минуту по тысячи урона там реально 1015 было если точное число взять после этого следующую игру играет он по моему 467 такая статистика наносит уже в среднем 600 урона в минуту а этот матч у него 040 просто деградант в открытую ну а с другой стороны можно просто похвалить команду мм которая эволюционирует с каждым матчем и все лучше и играет против чигата у нас здесь пошла инициация в юки юки был от флешнут в сторону и остается он живых прилетает сюда кузька подкидывают там экзайл экзайл слишком далеко ушел на своем ассасине ничего у него не получилось но кучку в ответ и убивает точно так же цепляется кстати здесь за маука и хельсанг проглатывает дерево выплевывает это дерево он под самокса и таблки для височачи правда джакса как я говорил не будет с вами с нами с вами без вас без нас он будет на бот-лейне ломать команда ммм может потерять честно шора но джак за это сломает две вышки на бот-лейне и потеряли они мне кажется из-за неудачного телепорта кузьки не нужно было ему туда лететь у него по моему не ульты не было ничего не было кстати визи чаще надо сейчас проглатывать нет решили не проглата у него ульты не туда визит ее тратил в этой ульт в этом тимфайте ну кики сломал две вышки все хорошо как бы я не то чтобы болею за команду ммм просто я болею за джакса кто не знает ребят джакса не выиграл еще ни одной игры на lc си джакса играли в корее джакса сыграли в америке джакса сыграли в европе и все эти джаксы проигрывали может быть одна какая-то игра была выиграна я ее упустил может быть такое было ребят одна игра но статистика очень сильно отрицательная и мне это не нравится ну потому что джакс сам как чемпион как мне кажется должен сейчас играться мета его он рабочий он крутой как ну один из крутейших сплит пушеров там вот наряду с камилой наряду с фиорой джакса находится там же и реле в этом смысле послабее будет и реле тяжелее линию стоять у реле больше проблем в тимфайтах и реле меньше может сплит пушать л цел выигрывал зато джакса но это немножко не та лига но тогда как бы так на шор у нас у команды и не корнсов лав есть но они не могут начать пуш дело в том что владимир там крипов ворует у них на меди он их отводит в бок и они еле-еле начали только пуш по миду но на топе организовали таких хоть какой-то пуш и решили туда пойти на топ кики су никого не отправили и кикис решает не идти дальше ребят обратите внимание а пойти на реку мы мы собрались воевать ему и мы все еще есть золото преимущество но мне кажется у них нет еще power спайков чтобы так в открытую воевать варус там даст мне при ну то есть у них все чемпионы с двумя предметами но предметы у уникорнсов посильнее будут заким лейт я в этой игре не говорил он будет за ммами это очевидно то есть им даже не надо сейчас никуда торопиться их джак станет еще сильнее владимир станет еще сильнее ну варус за и мы это уже видели несколько раз за и чуть-чуть сильнее варуса становится но тут еще опять же зависит от того какие танки какие комбинации обе из команды могут выйдет но сама по себе за и она более мобильная такая получается не больше вариантов как собирать а он за тринка говорят tp дел кикис но вот этот его рекол на самом деле стоил им врыв все же пойдет кикис прописывает стан по экзайлу но кика здесь умрет там кенчева убивает и не хватает урона у команды мм но не знаю ребят но они убили экзайла да но визичате все еще жив за него цепляется кузьки и проглатывает хельсанки выпустит он на своего чагата только только чтобы погулять погулять он был выпущен и dreams вынужден выпрыгивать 10-8 счет на шор все еще остается у команды unicorns of love они вчетвером остались против двух игроков команда мм ну и зачем было проводить это сражение вы не готовы вы реально не готовы гендальф должен был ему подсказать или кто там говорил вы не готовы это не гендальф говорил он говорит бегите глупцы гендальф а вы не готовы кто говорил ребят прям улетел из головы этот мем серьезно они были не готовы амэзинг дал ульту совсем издалека пока мэзинг ульта до сюда дошла джакс уже погиб или дан да или дан вы не готовы из варкрафта демон хантер либо или дан все верно или жан или жан говорил это или дан говорил это дан и и жан как много у нас людей играли в world of warcraft либо просто варкрафт 3 посмотрите но варус не нанес урона джакс не нанес урона все что сделал это в этом файте только влад зря конечно это стоило им открытого ингибитора и самое обидное для них то что они еще много денег отдали оппонентам минус стали полторы тысячи шли плюс полторы теперь минус полторы то есть три тысячи отставания стал вы изгнали меня из моего дома и теперь хотите ворваться в мой с войной вы не готовы я не играл но офигенные клипы blizzard of смотрел ну тогда понятно ну я про геймер варкрафт 3 frozen throne латвийский про геймер vcg все дела чемпионаты варкрафт с альянс иду на таран иду на таран кстати эта фраза из варкрафта они из датана первый дракон 26 минута да там этот волосатый дракон никому на хрен не был нужен команд за него не боролась они одна команда боролась с тем как остановить джакса другая команда боролась с тем как остановить чиката и на дракона никто даже не обращал внимание опять работать на все верно это же вертолетик вроде да но он из альянса был поэтому я не обратил на это внимание ворк-ворк это у орков пионы говорят шпионы альянс петухи говорит тресмерсер ай-яй-яй-яй и на это по острию ходишь ножа не хватает зигурада one shot one kill вот эта фраза мне дико всегда нравилась варчорок но ребят у нас тут лига леденцов поэтому мы будем ее смотреть а варкрафт кому интересно можете посмотреть на ю тубе первое время только такие ролики выкладывались мной и мы в цг комментили чемпионаты мира по варкрафту и просто какие-то чемпионаты все это там тоже есть можете посмотреть кому интересно поностальгировать варкрафт мы тоже комментили и надеюсь также профессионально или также ужасно тут уже вам следить надо нас тут везде чаще набрал уже куча хп и решил сравняться с кикесом на кикес был против на шор еще остаточное ну и плюс он вышку это начинал бить видимо под этой вышку очень много бы потеряла как тьюки то попался я не понял это там кейдж за спину ему залетел и сожрали юки мышка опять забагала ребят юкика убили у него было был флэш был хилл было ульта что-то ничего не понял то есть мы пока смотрели как джакса убегает от чего-то на то плей не в этот момент юкика там кенч через ульту за спину поймал и убили у нас от мазинка организовывает врыв но этот врыв только чтобы время подтянуть пока юки не появится 19 секунд его появления в риф идет безычащий видит сейчас развернется может даже съесть кого-нибудь нет отходит команда мм смогли не закатить за счет три ульты трех своих ультов все у них получилось но покажет нам повтор как юки умер ну тут в любом случае мне кажется это его ошибка но никак он не должен погибать даже учитывая что там кенч такси реально опасная за спину когда тебе летят слышишься в другую сторону уходи в сторону потом дашь ульту и все я подумал ты играл профессионально так я играл профессионально а ты думаешь откуда я потом комментарии взял это чемпионаты выиграл ой насколько они ему за ну да ладно ладно здесь здесь у него ничего сделать не мог они ему прям вообще за спину он слишком далеко вышел за ступеньки и они ему отрезали убегание у него была возможность только бежать вперед а вперед там его тоже дали враги тут амазинга ловит его очень много урон прямо наносят но юки рядом где юки был юки где-то и погиб ребятам dreams дает ульту и спасает маука я но в этот момент юки погибать я просто увидел его табличку юки умер еще его где он тут умер а и вот он не здесь умер он где-то там наверху погиб правда он выиграл времени для кикиса который начал издавать уже звук стонучий вышки потому что вышка погибает на бутлэйне сплит пуш это наше все для команды мм до конца пойдет кикис нет он понимает что если его сейчас убьют под бароном могут и уникорнцы просто и закончить игру скорее всего он сейчас устроит ловушку может и нет а видосы матчей твоих остались ну там много чего есть по еще и сейчас так не найти это опять там кенч кстати за спину залетел юки это такси запомнит навсегда том кенчевская или как мы там первое время в этом сплите шутили том круз у нас тут на мотоцикле привозят своих пацанов насколько профессионально ну лучшим игроком латвии в один момент был вот рада на бцг я так ни разу не занял первое место у меня есть два четвертым руб четвертое место и седьмое место на бцг в латвии зато я дримхак выигрывал с этим ну латвийский латвийский дримхак или это был asus и не помню как назывался турнир это такой дурацкий приз еще был мне дали просто по сути жетончик и поездку туда ладно у нас здесь врач идет вам мейзинга его цепляет и убивает на слушайте у юникорнцев очень хороший есть план на эту игру и они просто не дают ничего команде мм расставить как только они пытаются какие-то борды пойти поставить хоть куда-то сразу же вылетает юникорнцы под максимальной скоростью чагат замедление грага с подкидывание замедлением и там кенчи если что проглотит лучший игрок латвии тить но на самом деле с точки зрения если бы не хулиган и хэппи ну хэппи в дальнейшем а хулиган вначале ту латвийские игроки powercraft у даже посильнее выглядели чем российские игроки так что не тут то было хулиган огромный респект часто то про дэдмана скажет правда тот кроме как контракта с мимами больше ничего не добился ну ладно у нас тут не об этом речь можно в варкрафте говорить очень много в свое время было сказано очень много у нас здесь кстати убили экзайла и дальше кикес продолжает погоню вчетвером осталась команда юникорнцев love но достаточно битый команда мм и плюс не забывайте что наш урбав который усиливает юникорнцев все еще есть убивает маукаев врывается кикес но на него сразу весь контроль пошел какую шикарную позицию самых занял самых не дает себя никак бить кикес выискивает возможность ворваться но пока он будет его искать эту возможность его команда проседает два игрока команда мм остается в живых юникорнцы через там кенч такси приезжают добивать эту базу дримс пытается отпушить крипов но крипой уже прошли к этой вышке и никак это не получится джакса не может нажать ни как рекол ему кто-то его отменял и все ребят победа победа юникорнцев немножко странная странная в том смысле что они должны были вроде как выигрывать 2-0 и я не могу сказать что вот опять джакса ничего не сделал не стоило просто организовывать это сражение на миде когда они отдали все свое преимущество помните когда они за вышку тир-2 сражались продолжать джакса надо было сплет пушить на боте они делают рекол за тринити форс и потом давать битву на миде если бы они он продолжал пушить бутлейн расплетел бы ну и вот в таком духе мог бы тащить и дальше игру ну что ж но я расстроен что джакса опять проиграл не за и мамов я не болел вы неправильно тут может по ним понимаете меня 21 юникорнцы одержали победу над ммм и мы сейчас с вами переключимся на концовку американской игры 12 ммм проиграли волом сейчас переключимся ребят